Какую роль в этом всем отыгрывает также тот упомянутый нами Китай, которому, как и мы с вами не единожды в наших эфирах говорили, также не выгоден полный, по крайней мере, проигрыш России? Китаю вообще не выгоден не то, что не полный, а вообще какой-либо намек на проигрыш. Китаю важно, чтобы Россия побеждала, потому что это режим, схожий с Китаем. И с учетом того, что у Китая есть свои геополитические цели, это завоевание Тайваня, Китаю важный прецедент, что Россия сумела отъесть еще территорию, задавила какое-то государство, и ему за это ничего не было. То есть это очень важно, и поэтому для Китая очень важно. Поэтому Китай оказывает всемирную поддержку. Они, конечно же, делают заявление, как в свое время Путин говорил, нет, что бы, мы там не помогаем, воевать не будем, нападать не будем. Но реальность такова, что мы на видео видим караваны, просто гигантские потоки грузов, которые идут из Китая в Россию. Понимаете? Понимаю. И журналисты издания «Политико» тоже понимают, потому что они проанализировали тоже открытые данные, анализ таможенных данных. И, соответственно, этим данным оказалось, что в 30 раз больше, чем Украина Российская Федерация, нарастила импорт дронов из Китая до 100 миллионов долларов. Но и это еще не все. Также Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве. Импортировали подстанционные западные товары, экспорт керамики, который в тех же бронежилетах, но все же увеличился на 69%. Это только открытые данные. Мы представляем, сколько всего еще есть закрытого и чего мы не видим. Это помогает России наращивать объемы ее военно-промышленного комплекса, думаю, в такие дюжины разы. Да, видите, здесь опять же есть официальная статистика о том, кто в основном объеме товара покупает той самой продукции, которым располагает Россия. Это в первую очередь касается нефти. Сейчас основной покупатель это Индия и Китай. И любые валютные поступления укрепляют экономическую и военную мощь России. В этом смысле Китай этот фактор активно использует, помогая России. И, соответственно, если военное руководство России заявляет, что они сейчас за месяц производят военные техники, то, что раньше производили за год, это возможно, когда есть у страны финансовые возможности. И вот такие страны, как Китай, активно этому помогают, содействуют. И вот именно поэтому Россия сейчас увеличила объем производства военной техники. Идет активный закуп дронов и другой военной техники со стороны Китая. Мы официальную часть видим, а неофициальная, вот то, что мы видим, гигантские потоки. Это вот, к сожалению, это реальность. И надо воспринимать, что Китай будет помогать России в принципе, чтобы Россия победила. Это ее цели, потому что объединяются диктаторские страны против стран свободного мира. Вот сейчас, по факту, вот такое происходит. Что происходит, кто виноват, мы определили немного. Давайте теперь поговорим, что делать, в частности, в этой тематике и разрезе. Мы упоминали Киргизстан, и действительно, против четырех компаний из Киргизии были введены санкции. Но компании эти были созданы еще весной, летом прошлого года. Понятно, что как раз вот под импорт, под экспорт для Российской Федерации. И я так понимаю, что игра может быть бесконечной. Вводят санкции против одних компаний, они закрываются, открываются новые, другие. И они вот так ведь могут множиться и шириться, просто как бактерии. И так понятно, что это, по всей видимости, не работает. Мы с вами говорили также и ранее в программах, что нужны персональные санкции против представителей режима, которые это все покрывают или даже содействуют. Как они должны выглядеть, кто должен на этом акцентировать и продвигать эту идею, чтобы действительно они были введены, вот такие персональные, личные ограничения. Давайте мы сначала зафиксируем ситуацию. Зафиксируем в том смысле, что, в принципе, союзники Украины, это Америка и Европа, прекрасно знают и понимают, кто помогает Путину не просто держать на половую экономику, но добиваться его роста и усилить его военные возможности. Во-первых, это в первую очередь Казахстан и Кыргызстан. Это первое. Запад прекрасно понимает. Запад прекрасно понимает, что только санкционными ударами можно это прекратить. Но на самом деле мы разговариваем с высокопоставленными представителями европейской власти и так далее, американскими. Знаете, что они говорят? Они говорят, что мы не хотим эти санкции применять против, в частности, Казахстана, потому что мы опасаемся, что Казахстан тогда, что называется, полностью перебежит на сторону России и частично на сторону Китая. Я уже многократно говорил, что по факту Казахстан, во-первых, член Евразийского сообщества, Евразийского союза, член ОДКБ, то есть торговый партнер Казахстана номер один, это Россия и следующий Китай. Поэтому опасаться того, что уже по факту давно существует, нечего. Это первое. То есть, исходя из этой логики, Запад не хочет применять санкции, хотя они прекрасно знают. И я понимаю, что и Украина это понимает. И вот если говорить о том, что нам озвучивают на Западе, они говорят, да, мы слышим вашу позицию, нужны персональные санкции, но нам важна позиция Украины. То есть, собственно, это о чем говорит? О том, что Запад, в принципе, он находится в такой ситуации, что если аргументы будут серьезные, а Украины этих аргументов достаточно, если Украина организует компетенцию экспертов, специалистов и начнет убеждать Запад, я думаю, что абсолютно это реалистично. На данный момент что происходит? Запад проводит ту же самую политику, что и ранее. То есть, ну, какие-то такие, знаете, уговоры. Ну, уже мы видим же, в этом году было много приезда высокопоставленных лиц в Казахстан и в Кыргызстан. Был госсекретарь Блинкен, министр Великобритании, приезжал глава Евросовета. И все эти заверения, они слышали, что Казахстан не будет помогать Путину. Но мы видим другую ситуацию. Поэтому действительно нужны персональные санкции. Я что могу по этому поводу сказать? Что это все может произойти, если Украина принципиально займет такую позицию. А что на самом деле происходит? Вот вы спрашиваете, что делать? Первые шаги сделаны. Они позитивны. Зеленский подписал указ. Две казахские компании поставили под санкции. Но на самом деле мы же понимаем уже, что компании ставить под санкции недостаточно, потому что они, такие компании, могут создать сотни. Нужно определить, кто организатор помощи Путину. Организатор помощи Путину – это по Казахстану сам Тукаев, который контролирует власть в стране. И всю инфраструктуру, банки, железную дорогу, таможенную службу – все получают команды от него. И если будут персональные санкции, и первое это сделает Украина, а затем убедит Запад, то результат будет немедленный. Это немедленно вы почувствуете на фронтах. Или меньше будет ракет падать, меньше снарядов, будут проблемы экономические в России. Соответственно, какие-то процессы пойдут, которые Украина и мы тоже ждем. А именно забастовки, выход людей, какие-то проблемы в армии. Вот это всего можно добиться, но мы слышим от западных структур, западных политиков, что хорошо вы говорите, но мы хотим услышать голос Украины. Вот это важно очень.